Я думаю, что полностью, да, сжать ответственности в случае принятия международным уголовным судом такого решения российским властям не удастся. Это не значит, что они сразу поедут, значит, в ГАГу, да, о чем многие мечтают, в том числе. И я был бы не против, но, к сожалению, это так не произойдет. Однако проблемы и неприятности у них по этому поводу будут. И очевидно, что они, конечно, признавать эти решения не будут, любые, какие они там, какие произойдут. Но на международное общественное мнение, на позицию разных стран эти решения, безусловно, воздействие окажут. И это воздействие будет резко негативно направлено против российских властей. Усложнит им международную, любую международную внешнеэкономическую, в том числе, деятельность. Увеличит возможности для разного рода санкций. Российские власти следят за ситуацией напряженно и опасаются развить ее в неприятные для себя стороны. Да, российские власти решили окончательно отвязаться, что называется, от каких-то своих международных обязательств. Делать, что хотят, совершенно на них не обращая внимания. Однако это все тоже не так просто, потому что при этом российские власти не прекращают контакты и свои политические какие-то манипуляции, свои политические игры с лидерами государственных стран. Поэтому, в любом случае, они вынуждены будут считаться с внешним миром, в том числе и с международными организациями тоже. Поэтому, как бы о ним бы это ни хотелось, да, они полностью все-таки независимы быть не могут. Если мы вспомним Советский Союз, поздний Советский Союз, Брежневский, который, конечно, не соблюдал никакие международные обязательства, да, и в том числе, например, по тому же Кельцовскому соглашению, которое он заключил. Однако, вот все-таки давление определенное лидеров Западных стран, все-таки оно было существенное, и, например, тех же политзаключенных периодически выпускали под этим давлением. То есть, само это решение не означает, что путинская Россия теперь абсолютно автономно от внешнего мира может нарушать право человека внутри страны. В любом случае, ей придется считаться с мнением мирового сообщества. Субтитры создавал DimaTorzok